Всем привет, мои хорошие! С вами Светлана. И сегодня у нас покупочки Галамарт. Мега бюджетные, мега крутые. Дешевле просто некуда. Давайте начинать. Сколько не выбирала, стояла очень долго среди декоративки, так ничего путного и не нашла. Кроме цветного геля, фиксирующего для бровей, который я вам показывала в своей косметичке, там выбирать абсолютно нечего из декоративки. Взяла потестить вот такой вот гель для душа. Я вам цены буду прописывать тогда сбоку для вашего удобства. Смотрите, как он выглядит. Красивый и также вкусно пахнет. Это у нас Dream Nature клубничный смузи, увлажняющий комплекс с маслами миндаля и органа. Он розового цвета и он пахнет клубничным вареньем. Очень вкусно. Даже я бы сказала клубничным йогуртом, а не вареньем. Есть тут какая-то сливочная нотка. Большой объем за смешные деньги. Ну, посмотрим. Если будет сушить кожу, то, по крайней мере, как жидкое мыло для рук. Очень вкусно. За очень смешные деньги купила три вот таких вот блока для унитаза. Я брала уже в Галамарте. И стоят они копейки. И качество замечательное. И висит он долго, в принципе. Здесь 60 дней свежести пишут, но я, девчонки, и мальчишки не высчитывала, сколько дней. Но это мега бюджетно. Гораздо бюджетнее, чем другие. И свежесть, и антибактериальный эффект здесь такой же абсолютно. Вот взяла себе три разных прозапас. Морской, лимон и лес. Достаю все в хаотичном порядке. Вот такие вот ватные диски. Их здесь 80 штук. Это у нас получается Акуэлла, да, наверное, они называются. Они никак не прошиты. Я сквозь упаковочку посмотрела. Но цена такая вкусная, что мимо них пройти не могла. Обычные классические ватные диски. Без каких-либо прибамбасов. Вот. Фольга. Фольга нужна всегда, чтобы готовить. Вот так она выглядит. Цена тоже смешная. 29 сантиметров на 5 метров. Ее размер это круто. Вообще дешевле я фольгу не видела нигде. Долго выбирала косметички. Маленькие, обычные, на молнии, красивые. Очень там мега бюджетные были по акциям. Но мне хотелось что-то особенное, да. Выбирала большую себе такую сумочку. Очень. Они там в трех красивых расцветках. Благородных, суперских. Но решила все-таки взять поменьше. Но зачем я всегда с собой тостаю столько косметики. Мне это абсолютно не нужно. Поэтому решила уменьшить чуть-чуть размер косметички. Смотрите, какой красивый чемодан. Очень красиво исполнен. Такой, знаете, материал приятный. Ну, прям стильненько, да. Стильненько смотрится. Здесь вверху ручка. Самое интересное, что здесь есть внутри кармашки. То есть я могу засунуть свою тушь. Любимую, какую я пользуюсь, да. Помадки. Допустим, хайлайтер стики или скульптор. Вот тут еще вот такая вот штучка, чтобы это все держалось, не болталось. И сюда положить палеточки. Все. Пудру. Все необходимое у меня с собой. Сейчас я вам застегну и покажу, как она выглядит. Ну, очень стильненько. Мне кажется, прям вот вообще здорово. Так, молния обычная, пластиковая. Смотрите, вот здесь еще бантик. Прям вот супер, знаете, такая дамочка с сумочкой. Кстати, размеры 12 на 19 на 11,5. Это полиэстер, тоже написано в трех цветах, но она была такая последняя. Фирма Паво. Вот. Вот так выглядит. Ну, классно, мне нравится. Я буду прям вот с удовольствием пользоваться. У нас еще есть детские покупочки, поэтому мы будем сейчас вдвоем. Скажу всем привет. Всем привет. Вот такой красивый ободок мы купили. Он очень классный. Прям вот очень классный. В плане того, как он выглядит. Здесь блестящая корона. Блески, не знаю. Вот, видите, блески. Ну, здорово. Ободочек внутри пластиковый. Здесь есть зубчики. Смотрится просто шикарно. Если вам нужно куда-то, да, там, надо вот эту штучку нам потом отрезать. На утренник, на новогодний. Смотрите, принцесска такая будет, да, в розовом платьишке. Так, что ты еще себе прикупила? Показывай. Это у нас что? Губка для тела. Мочалка детская. Очень симпатичная. Были разные фруктики. Мы выбрали именно такую. Материал соответствует требованиям. Какой материал. В общем, это апельсинка. Так, где она у нас открывается? Здесь, наверное, да? Давай ее посмотрим. Покажи. Вот какая красивая у нас апельсинка. Достаточно мягкая губочка. Но не чрезмерно. То есть ей помыться будет очень приятно. Ничем вообще не пахнет. Была в упаковке, да? Вообще ничем не пахнет. Ни граммулечки. Классная губочка детская, да? Будет миленько ей пользоваться. Нравится? Да. Так, что ты еще себе прикупила? Рассказывай. Такие, которые втыкать в тортик. Такие, чтобы... Шпажки, да. Пики они называются. Декоративные сердечки. 35 штук. Зачем ты их взяла? Чтоб играться с ними. Чтоб играться. Нам захотелось играться вот с такими вот пиками. Мы взяли их куда бюджетнее уж, чем в Галамарте. Самое интересное. Давай покажем. Показывай. Это такой пластилин. Да не видно. Ты показывай в камеру. Это у нас пластилин легкий. Розовый. И он, вы знаете, похож на тот, что я брала с Алиэкспресс. Как будто это жидкий ПВХ. Держи. Держи и на камеру показывай, как он тянется. Вот сейчас мы его из пачки достанем. Он там был в разных цветах. Абсолютно. Мы взяли розовый. Цена, в принципе, нормальная. Смотрите, какой вот кусман. И он классный. Ничем не пахнет. Не воняет ни резиной. Вообще ничем. Никакого запаха нет. Вот что он из себя представляет. Видите? То ли это пластилин, то ли это слайм. Ну, скорее, это слайм. Это такой слайм. Классная штука, да? Будем играться. Так, что ты тут еще себе брала? Вроде все, котен. Слезай. Вот такие детские салфеточки. Точнее, для всей семьи. Их здесь 120 штук. Я беру впервые. Это у нас фирма Зала. Тоже я такого не знаю. Производитель. Даже артикул написан сзади. Сейчас посмотрим, что они из себя представляют. Это, может быть, наложили 120 штук. Они какие-то мизерные. Слушайте, да, они малюськие. Но не совсем прям. Ну, вот салфеточка, да? Пахнет здорово. Какая-то парфюмерная такая композиция. Пахнет здорово. Ну, вот такого вот они размера. Сейчас, если найду размер точный. Салфетки из Ашана, они несколько больше. Они больше, чем эти. Эти такие маленькие. Они, конечно, тянутся. Ну, 120 штук за такую цену, в принципе, нормально. Вот такие вот подобные поделочки для ребенка в Галамарте бывают по очень вкусной цене. Но по акциям надо смотреть. Там тоже есть акции. Здесь у нас получается аппликация самоклеящаяся из Эва. Вот, видите, детальки. Божья коровка. И второе, это фреска из песка с цветным фоном. Здесь у нас мишка на машинке и песочек. Песочка здесь, правда, кладут скудненько. Но при желании хватит. При желании хватит. Это у меня, кстати, покупки мужа. Я не знаю, что это такое. Предохранители. Да, предохранители флажковые, наверное, для машины. И вот такая вот отверточка. По-моему, индикатор напряжения. Да, она вот если там плюс-минус, по-моему, мигает. Вот он себе взял такое. Очень мне захотелось потестить матирующий гель для умывания «Лимончик». Это у нас производитель. Видите, в Фиксии я брала такой крем. Дубай. Дубай. Это Дубай. Девчонки, это Объединенные Арабские Эмираты производитель. Мне очень интересно, потому что крем из этой линейки мне очень даже понравился. И цены такие, что, ну, не знаю, шокируют любого. Там было три вида. И я выбрала именно матирующий. И попробую обязательно, и расскажу вам в пустых баночках, вот как выглядит. Здесь такие частички есть внутри. Видно, вам нет пузыречки и какие-то черненькие, кругленькие частички. Очень интересно. Обязательно оставлю вам потом отзыв. От Юни Лук. Маска для лица с маслом ЖЖБА на основе козьего молока. Омолаживающая с гиалуроновой кислотой. 155 мл. Вот как она выглядит. Это такая баночка. Я не пробовала маски от Юни Лук никогда. Здесь все, кстати, запечатано. Она обычного белого цвета. Такой, знаете, жиденькой, в принципе, консистенции. Вот, видите, такое желе, скажем так. Ну, буду пробовать, обязательно расскажу. Омолаживающая маска. Вот как она выглядит на руке. Довольно легкая текстура такая. Запах, ну, запах парфюмированный такой. Ничего неприятного в нем нет. Маска вроде не липкая, но надо тестить, конечно, на лице. Протестирую, оставлю свой. Дальше у нас вот такие шапочки для душа. И здесь 8 штук. И они представлены в трех цветах. Для чего я их взяла? Для того, чтобы делать маски для волос. Потому что вот под шапочку маски для волос заходят куда лучше. Давайте посмотрим, что они из себя представляют. Мне кажется, это сейчас будет какой-нибудь бахил. Розовую взяла. Оно нет. Смотрите, обычная такая хорошенькая шапочка. Резиночка тянется. Неплохо. Для того, чтобы делать масочки, ну, самое оно. И цена тоже очень-очень привлекательная. Зубные щетки. Бюджетно. И мне понравилась, вы знаете, щетина. Я взяла две одинаковых, только в разных цветах. Голубую и розовую. Вот так они выглядят. Это у нас средняя жесткость. Эффект. Зубная щетка называется эффект. Посмотрим на эффект. Смотрите, какая здесь щетина. Мне вот нравится. Мне кажется, будет между зубками везде хорошо прочищать. Ручка прорезиненная, эргономичная. Ну, в принципе, классно. За такую цену очень даже ничего. И детские щетки. Вообще тоже совсем бюджетно. В других магазинах абсолютно такие же. Даже в том же фикс-прайсе стоят гораздо дороже. Это классические детские щетки. Тут тоже, видите, какая щетинка есть и выемка. То есть между зубками можно прочищать очень неплохо. В двух цветах взяла розовую и зелененькую на смену. Внизу здесь, кстати, есть липучки, которые к плитке или к полочкам прилипают. И будет она у вас стоять. Выполнена весело. Смайлики такие здесь, да, улыбашки. А цена вообще. Это мягкая щетка, мягкая жесткость. Наверняка вы встречали их в магазинах, но дешевле, чем в Галамарте, не найдете нигде. Смотрела станки для себя. Решила взять мужские. И мне, и мужу подойдут заодно. Здесь четыре штуки. Вот так они выглядят. И они с тремя лезвиями. Вот. Видите? Здесь три лезвия. И, в принципе, нормальный станок. За такую цену тоже силикон, пластик, нержавеющая сталь. Сейчас достану, покажу вам один какой-нибудь поближе. Каждый в чехле. Три лезвия, ничего особенного. Ручка прорезиненная. Держать в руке ее удобно. Силиконовый чехольчик, если в поездку куда брать. Обычные станочки. Хорошенькие такие. Попробуем. Взяла потестировать вот такой веналгон. Вот так выглядит упаковка. Это гель-бальзам для ног с экстрактом пиявки, конского каштана, маслом, лавандой и ментолом. То есть он должен производить такой, по сути, чудесный эффект. Я на это искренне надеюсь. Он, кстати, зафольгирован. И непонятно вообще, что будет происходить. Там несколько было этой линейки кремов, гелий-бальзамов. Пахнет ментолом. Пахнет ментолом ярко выражено. Вот как он выглядит. Видите, стекает. Сейчас пока нанесу. И посмотрим в процессе, будет ли хотя бы охлаждающий эффект. Интересно очень. Охлаждающий эффект уже есть. Ментол, прям ментол. Дальше, девчонки, вот такие вот губочки. Это у нас, так, кухончик. Три штучки. В фикс-прайсе наверняка вы их тоже видели. А я не знаю, кстати, сколько они стоят в фикс-прайсе. Если помните, напишите, сравним. Я беру их впервые. Очень интересно потестить. Они вроде как здесь у нас фресованные. И когда мы их намочим, они уже начинают, кстати, увеличиваться прямо на глазах. Здорово. Только открываешь упаковку. Вот, она растет. Прикольно. Довольно жесткая обратная сторона. Я люблю, когда губки вот такие пористые. Мне именно такими нравится мыть. Ну, посмотрим. Девчонки их хвалили. Тоже захотелось попробовать. Интересно, где дешевле. Самое интересное к новогоднему интерьеру. Это вот такая вот гирлянда. Электрогирлянда Вьюн. Вот так она выглядит. Я взяла аж 6 метров. Потому что была, ну, такая классная бюджетная цена. А так там метраж вообще абсолютно любой. Наверное, до бесконечности. Производитель Snow Boom. Вот так выглядит упаковочка. Длина 6 метров. 8 режимов. Цвет свечения. Только для использования внутри помещения. То есть, если кто-то захочет украсить дом, не получится. Так. Почему взяла такую? Смотрела тоже в обзорах у девочек на красивые гирлянды отзывы. Хорошие сфиксы. Но там все на батарейках. Но на батарейках можно разориться. Праздники длинные. Хочется, чтобы гирлянда горела постоянно. А каждый день покупать батарейки для гирлянды, ну, это не айс. Слушайте, я не буду всю ее разматывать, потому что это 6 метров. Представляете, да? Сейчас у меня тут розеточка рядом. Мы с вами включим. И посмотрим. Ой, страшно. Всегда так боюсь это делать. Ох. Вот. Смотрите, переливается разными огонечками. Ох, как здорово. Так, режимы. Быстро. Медленно. Просто. Мигают. Все горят, а до этого не все горели. И вот так. Разные цвета по очереди, да? Ну, здорово. За такую цену вообще нигде не найдешь. Бегите в Галамарт. Я никогда в жизни не видела, чтобы 6-метровая гирлянда с 8 режимами стоила таких денег. Ну, и на этом все, мои хорошие. Вот такие покупочки были у меня в Галамарте. Надеюсь, что была вам полезна. Если это так, обязательно ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. Нажимайте колокольчик. А я с вами прощаюсь. До следующих видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok